ДТП на ровном месте. Невнимательный водитель на Донской протаранил три автомобиля. Оплата за водоотведение станет больше. Изменение цен продиктовано проблемами, оставленными прежним оператором. Самое яркое новогоднее оформление у Адлерского района. Такие выводы сделаны по итогам объезда вечернего Сочи. Раз в квартал о самом актуальном в Сочи создан общественный совет по вопросам санаторно-хурортного комплекса. Казна региона посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Но получилось так, что больше говорили не о том, что сделано, а о том, что только предстоит. Наши краснодарские коллеги расскажут подробнее. Заседание торжественное, финальное и предельно социальное. Депутаты ЗСК сегодня не только получили благодарности за работу в уходящем году, но и ударно поработали над десятками важных для общества вопросов. Во-первых, решали, как обеспечить регион светлыми умами и рабочими руками. Поможет трудовое обучение и уроки технологии в школе. Но им давно пора отвечать требованиям современной экономики. А один из держивающих факторов для ее развития – нехватка специалистов в прикладных профессиях. Тех же механиков, слесарей или сварщиков. Губернатор Вениамин Кондратьев уверен, знакомить с рабочими профессиями можно уже в школе. Для этого он предложил создать учебно-производственные комбинаты для учеников средних классов. Безусловно, не хватает рабочих специальностей. Не хватает. И вот, может быть, подумать, что УПК организовать не 10-й, 11-й класс, а, допустим, взять, допустим, 7-й, 9-й. Вот это будет умнее. Но и здесь бизнес. Я вот обращаюсь здесь к заместителям, здесь, Василий Александрович, эвакурируйте промышленность и все. Подключите бизнес. Это же им не хватает, промышленникам сегодня рабочих рук. Пусть не только за счет бюджета, а при условии софинансирования давайте сорганизуемся. Мы же для промышленности края, для сельского хозяйства, для иных отраслей экономики нашего региона будем поставлять рабочих специалистов. Здесь и вторая функция. Мы воспитываем ребят и девчат, которые что-то ручками умеют. Они же кроме гаджета, интернета, ничего, ни шуруп, ни иголки. И получается, как вот старинная кубанская прибаводка говорит, а что девки делают? Говорят, шьют да поют. А матери что делают? Распарывают и плачут, понимаете? Так вот, чтобы матерям распарывать не пришлось потом, а чтобы девки шили там качественно, четко, с пониманием. И почему этот вопрос стоит первым в повестке дня, ни у кого, очевидно, нет сомнений. Почему? Потому что это основа экономики Кубани следующих лет. То, что спрос на рабочие профессии сохранится, сомневаться не приходится. В Краснодарском крае нацелены чуть ли не на промышленную революцию. Возрождение заводов и строительство новых производств – один из приоритетов экономического развития региона на ближайшие 12 лет. Для нашего региона этот год был динамичным. И динамика была положительной. Это, наверное, принципиально и важно для нас, для того, чтобы мы ни в коем случае динамику роста экономики региона в следующем году никак не замедлили, а только нарастили эту скорость. Давайте вот посмотрим на цифры. Промышленное производство выросло на 104%. Хотя мы не промышленный регион. Мы не промышленный регион. Но, тем не менее, вот наши действия, это точные действия. А я надеюсь, что в следующем году они будут системными, потому что у нас появится фонд развития промышленности. И мы сможем еще сильнее нарастить этот процент. Еще один важный итог на сегодняшний день – это полностью выполнен план наполняемости краевого бюджета на 100%, что позволяет нам быть устойчивыми. Еще раз подчеркну. И какие-либо катаклизмы экономического характера, я уверен, Кубани не грозят. Социальная сфера при этом не останется в тени. В будущем году увеличат финансирование соцпрограмм более чем на 1 миллиард рублей. А в календаре памятных дат Кубани появится еще одно число – 3 февраля – день высадки десанта советских войск на Малую Землю. Край готовится отметить 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И военным подвигам земляков будет посвящено еще немало вопросов в рабочей повестке ЗСК. Но все они прозвучат теперь уже на заседаниях будущего года. Александр Иванченко, Татьяна Ивлева, Денис Перец, Алексей Комаров, Влад Захаров, Кубань-24, Краснодар. Купить продукты от кубанских производителей и жителей гостей края теперь смогут не только в субботу, как это было раньше, но и в воскресенье. Такое поручение отдал Вениамин Кондратьев. Как рассказал глава региона одному из информагентств, ярмарки выходного дня пользуются высоким спросом. Поэтому в декабре перед новогодними праздниками специально организовали более 80 таких торговых точек. Наши фермеры получат еще одну прекрасную возможность реализовать свой товар. Создаем условия, чтобы они могли продать то, что произвели. В свою очередь, жители и гости края смогут купить к новогоднему столу качественную и доступную сельскохозяйственную продукцию, которая выращена здесь, у нас, на кубанской земле. Особое внимание будет уделено мониторингу цен на ярмарках выходного дня. У наших жителей должна быть возможность покупать товары с минимальной наценкой. Об искусственном завышении стоимости и взлете цен, особенно во время праздников, речи быть не может. Свою продукцию на ярмарке выходного дня привозят фермеры со всего края. Для них создали более 3,5 тысяч рабочих мест. Только с начала месяца сельхозпроизводители продали около 35 тысяч тонн продуктов. В этом списке в основном овощи, фрукты, молоко, мясо и колбасные изделия. В Сочи в воскресенье и понедельник ожидается сильный ветер. 15-20 метров в секунду, возможно усиление до 28 метров. Спасатели просят жителей и гостей города быть осторожными. Но и к другим новостям. Сегодня утром на Донской ДТП случилось, можно сказать, на ровном месте. Невнимательный водитель протаранил три автомобиля. Двигаясь по правой полосе, водитель Вазовской «Семерки» не заметил припаркованную иномарку в районе магазина «Бегемот» и столкнулся с ней. Повреждения получили и два других припаркованных рядом автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются. Сегодня в режиме видеоконференции в Краснодарском крае состоялось заседание городских антинаркотических комиссий. Возглавил совещание из краевой столицы вице-губернатор Николай Далуда, который в целом охарактеризовал наркообстановку на территории региона. Что касается Сочи, то здесь, судя по цифрам, ситуация с употреблением запрещенных препаратов в целом стабильная. Однако она еще далека от идеальной. Показатели по наркозависимым оставляют желать лучшего. Что касается проблемы алкоголизма, в том числе и в подростковой среде, здесь также придется еще много поработать. Потребители психоактивных веществ на 1 декабря текущего года занеслили на более 45 тысяч. А конкретно 45 тысяч 27 человек. Из них более 34 тысяч, это 34 693 человека, алкоголиков и 10 183 – это наркоманы. Самое худшее положение дел в Кеврюкском районе. Показатель потребителя алкоголя в два раза превышает средних районов. В два раза. Что это такое? Благодатный край. Нормальная абсолютно обстановка. Стабильная ситуация. Количество алкоголиков растет. Эффективную профилактическую работу мы, к сожалению, тоже не видим. Вот это беда. Беда из года в год повторяющаяся. Количество подростков, находящихся на учете у врачей за употребление спиртного, в крае выросло и составило 176 человек. В прошлом году их было 154. Органами полиции в целом по региону выявлено 222 правонарушения, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции. Решено усилить профилактическую работу в образовательных учреждениях и создать единый лекционный материал, согласованный с наркологами и правоохранителями. Окончательную оценку своей работы комиссии получат по итогам ежегодного наркомониторинга. К слову сказать, для родителей ответственность злоупотребления их чадами высокоградусных напитков и пива пока никто не отменял. В администрации Хостинского района прошло совещание по вопросам пресечения незаконной продажи крепких напитков. Согласно решению краевой комиссии, в Сочи создано 5 рабочих групп. Накануне были подведены итоги за 2017 год. В результате деятельности рабочих групп проведено 422 рейда, изъято 104 тысячи литров алкогольной продукции, составлено 380 административных протоколов. В будущем году борьба с контрафактом только усилится. В конце июня 2017 года президентом был подписан законодательный закон, который в значительной мере ужесточает нарушения, штрафные санкции. И в том числе в кодекс административных правонарушений были внесены изменения. На совещании предприниматели и простые горожане получили ответы на все интересующие вопросы. Собравшиеся сошлись во мнении, защита потребителей – дело общее. Ведь продажа алкоголя сомнительного качества может нанести урон здоровью людей и удар по репутации курорта. Оплата за водоотведение станет больше. Изменение цен продиктовано проблемами, оставленными прежним оператором. Как известно, все водоснабжающее хозяйство перешло от коммерческой организации ООО «Сочи-Водоканал» муниципальному предприятию. Состояние сетей не позволяет эксплуатировать их при прежних тарифах. Однако они будут ниже, чем у прежнего управляющего. О проделы на работе отчитался директор МУП «Водоканал». Сергей Леонидович, с 1 сентября вместо прежнего оператора ООО «Сочи-Водоканал» зашел и работает наш МУП «Водоканал». Скажите, какая инвестиционная программа есть у нашего предприятия и какие условия подключения новых абонентов? Инвест-программа рассчитана до 2022 года на 5 лет. Сумма инвестиций, которая потребуется для ее исполнения, ориентировочно 10,5 миллиардов рублей. Из них около 2% – это заемные средства, а все остальное – это плата за подключение потребителей. Плата за подключение рассчитывалась за 1 кубометр по воде и за 1 кубометр по водоотведению. Она составляет 40 268 рублей за 1 кубометр воды в сутки и 40 393 рубля за 1 кубометр стоков в сутки. Также установлена плата за удаленность от точки подключения. То есть с 1 января ни один потребитель не должен строить сети до границы земельного участка. Заплатив определенную сумму денег, он будет получать точку подключения прямо у себя на участке. С 12 декабря в МУПе действуют новые тарифы на водоотведение. Все мы знаем, что цена на воду не изменилась, но вот на водоотведение, то есть на, как мы говорим в народе, на канализацию, цена изменилась и выросла на 25%. Чем вы это можете объяснить? У нас действительно тариф с 12 декабря стал составлять 28,52 рубля. По отношению к 22 рублям 75 копеек это на 25% выше. Но по отношению к той стоимости, которая была до нас до 1 сентября, это 31,34 рубля для населения и 38,4 рубля для юрлиц. Это для населения ниже порядка 9%, а для потребителей юрлиц это где-то на 25% ниже, чем было до 1 сентября. Коснулись на встрече и вопросов формирования клиентской базы. По словам Сергея Винарского, прежний управляющий не передал МУПу данных абонентов. Поэтому собирать их пришлось сначала. Некоторое время у окошек водоканала скапливались большие очереди, сейчас проблема решена. Полностью работы завершатся уже к концу первого квартала. В Сочи по поручению главы города создан общественный совет по вопросам развития санаторно-курортного комплекса. Сегодня состоялось его первое заседание. Представители городской администрации и руководители местных отелей и здравниц обсудили наиболее актуальные вопросы сферы. В таком формате, уверены специалисты, проблемы будут решаться намного оперативнее. Председателем общественного совета выбран заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. Он курирует в городе санаторно-курортную сферу. В составе же самого совета руководители лидирующих отелей, санаториев и здравниц. В таком формате, уверены, в мэрии курорта власть сможет своевременно реагировать на все перемены и нововведения отрасли, а также проблемы в сфере туризма. Уже проработан проект постановления главы города Сочи. В рамках этого проекта прописан положение об общественном совете, его функции. Я думаю, все актуально наболевшие проблемы у каждого, они должны выноситься и обсуждаться именно здесь. Мы такой некий совет, жизненные, важные, личные вопросы, которые могут помочь члены совета и председатель, пожалуйста, милости просим. Мы с вами должны вместе, как говорится, грести в одной лодке. На повестке дня первого заседания общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса введение курортного сбора, незаконная торговля на набережных и пляжах, а также такая актуальная для курорта тема, как сезонная занятость. Общественный совет принял решение создать в Сочи базу персонала, а также организовать курсы подготовки. Программу обучения тут же предложил Сочинский госуниверситет. На общественный совет мы будем приглашать представителей наших служб, которые ответственны за то или иное направление, которые могли бы прокомментировать те сложности, которые возникают у руководителей санаторно-курортных организаций. Намеренно мы проводим этот совет в формате чаепития, для того, чтобы люди могли выразить свои эмоции и донести до нас свои проблемы. Она назрела, это необходимость, потому что, когда есть общественное мнение, когда санаторно-курортные организации выражают свою позицию, мы их слушаем и сможем своевременно реагировать на те недостатки, которые, может быть, порой мы и не замечаем. Вступить в общественный совет могут все желающие. Собираться же эксперты за круглым столом будут один раз в квартал. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи состоялось заседание комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды городского собрания Сочи. Перед депутатами отчитались руководители отраслевых управлений и департаментов городской администрации по проведению в Сочи года экологии. Год экологии подходит к завершению, но это не значит, что тема станет менее актуальной. Наоборот, 2017 год, который, к тому же, объявлен и годом особо охраняемых природных территорий, даст толчок к развитию больших экологических программ. Такая готовится и в нашем городе. 2018-й станет для нее финальным. В планах и проведении инвентаризации всех зеленых насаждений курорта отмечено, что в системе экологии Сочи будут существенные изменения, поскольку создан департамент по охране окружающей среды. Задача комитета, мы берем на себя анализ для обсуждения на уровне городского собрания главы города результатов этой работы. Очень важно определить роль нового департамента, очень важно определить, что сделано нашими базовыми подразделениями и наметить план работы на следующий период. Всю экологическую тему курирует первый заместитель главы города Анатолий Рыков. Он отметил, нужно системно подходить к решению экологических проблем. У нас огромные проблемы с расчисткой русел, рек, которая по большому счету федеральная полномочия передана в регион. И, к сожалению, мы только в рамках ЧАЭС туда приходим. Что, наверное, тоже не совсем правильно, корректно, и не является системной работой. Начиная с 2013 года в Сочи поставлено на кадастровый учет 274 земельных участка. Это зоны зеленых насаждений. В этом году только 9, но, по мнению депутатов, это незначительная цифра. Тем более, что уже намечено на кадастр 89 сочинских участков. Администрации города в новом году депутаты рекомендовали усилить эту работу. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К федеральному проекту формирования комфортной городской среды подключились жители Лазаревского района. Во многих домах прошли собрания, после чего были поданы заявки на участие в программе в районные отделы городского хозяйства. В Лазаревском районе на участие в конкурсе заявились жители 26 многоквартирных домов. Они четко понимают, что участие в федеральной программе – это не только получение существенного финансирования на благоустройство своих дворов, но и личный вклад. Люди согласны взять в руки кисти, молотки и пилы и совместным трудом сделать привлекательными свои придомовые территории. Этот проект включает в себя благоустройство прилегающей территории, внутри домовой, дворовых проездов, улучшение освещенности дворов, оборудование или оснащение детских игровых площадок, оборудование урнами, скамейками, контейнерной площадки. Конечно, одновременно всем попасть в программу не получится, поэтому для желающих участвовать в ней организует конкурс. Сейчас благотворительно вопросы идут, будет проводиться конкурс, к какому дому будут выделены деньги и придомовые территории. Мы будем встречаться с каждым домом, с каждым активом, общаться, рассказывать, объяснять и так далее. Все хотят, конечно, чтобы попал в эту программу ихний дом. Попадут многие дома, поверьте мне, но может быть не в этот год. Программа формирования комфортной городской среды рассчитана на несколько лет, начнет реализовываться в феврале и продолжится до 2022 года. В ней могут принять участие жители всех сочинских домов. В первый год Сочи получат на благоустройство дворовых территорий 300 миллионов рублей. Елена Всецина, Арак Таян, телекомпания ФКТ. Самое яркое новогоднее оформление у Адлерского района. Такие выводы сделал первый заместитель главы администрации Мугдин Чермит по итогам объезда вечернего Сочи. Все подробности в нашем следующем материале. Пальмы мерцают яркими огнями, фигурки животных будто ледяные, украшают газоны вдоль дорог. Елки с разноцветными шарами встречают покупателей у магазинов. Сочи продолжает готовиться к Новому году. Большинство объектов торговли и санаторно-курортной отрасли уже погрузились в новогоднюю атмосферу и дарят ее своим гостям. То, как в целом курорт готов встретить главный праздник страны, проверил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит, объехав центральные улицы города. Наиболее лучший подход мы заметили в Адлерском районе. Остальным районам для того, чтобы подтянуться, я думаю, что достаточно будет несколько дней. У нас еще 10 дней до Нового года. Я думаю, что в течение ближайших двух, трех, четырех дней мы успеем оформить все основные гостевые маршруты. Гореть разноцветными огнями должны все 73 улицы из маршрута гостеприимства. В этом году департаментом дизайна была предложена морская тематика. Так, на площади у мэрии елку украшают штурвалы и якоря. Картину дополняет вот такой оркестр снеговиков с новогодними подарками. А один из символов Сочи – морпорт – включили вот в такую композицию. А парк Ривьера в новогоднее оформление включил футбольную тематику. Вот Дед Мороз в ожидании чемпионата мира держит мяч в руках. Известная пальма в центре парка тоже украшена футбольными мячами и красными колпаками. Глава Сочи Анатолий Пахомов призывает бизнес активнее включаться в работу по созданию атмосферы зимней сказки. Ведь это – часть имиджа курорта. Все объекты торговли должны быть действительно приведены в новогодний вид. Люди, которые занимаются торговлей, услугами, они должны это понимать. Мы понимаем, что Новый год, рождественские праздники – это всегда оформление своих объектов. Я еще раз говорю, это и есть продвижение их товара, это и есть продвижение их продукта. Мы понимаем прекрасно, мы – туристический город, нам приезжает пол-России. В Сочи на новогодние праздники планируют посетить порядка 100 тысяч гостей. В том числе от того, как будет украшен город, зависит в целом впечатление туристов от отдыха на побережье. Инга Габеша, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В сочинских школах больше внимания будут уделять теме космоса. Сегодня об этом договорились организаторы Беляевских чтений с заместителем главы города Ирины Романец. Межрегиональный проект «Беляевские чтения», названный в честь героя Советского Союза, летчика-космонавта Павла Беляева, реализуется в нашей стране с 2011 года, в Сочи с 2016. Это воспитательная работа со школьниками, направленная на то, чтобы они как можно больше знали о летчиках-космонавтах, конструкторах, инженерах, врачах и техниках, о тех, кто открыл дорогу в небо. Брали с них пример и стремились сами получить в дальнейшем интересную профессию, так необходимую нашей стране. В Сочи организаторы Беляевских чтений сотрудничают с 9 и 15 гимназиями. Есть возможность и желание расширить рамки проекта. Мы вспоминаем свое детство, что все мальчишки у нас были в кружках авиамоделирования, ракетамоделирования. И это действительно давало свои результаты, потому что страна всегда славилась своими инженерами. И сегодня мы считаем, что этот проект имеет очень хорошую корневую систему, что мы действительно это не просто так, не с потолка взяли, это свойственно для нас. И наши мальчишки и девочки наши должны постигать основы развития космического пространства и вообще освоения технических видов. Важно вообще, конечно, что поддержать интерес детей в космонавтике. Это одна из самых таких все-таки значимых и интересных тем космонавтика. И это обязательно нужно. И, конечно, в том числе важно Сочи, потому что Сочи является одной из передовых площадок. И успех проведения этого мероприятия на площадке Сочи открывает перспективу для этого проекта в целом в стране. В Сочи парк будет работать все новогодние праздники. С 29 декабря по 7 января первый в России и шестой в мире русский Диснейленд в Сочи снова открывается на праздничные каникулы. Гостей ждут аттракционы, шоу, конкурсы и фантастический фейерверк. В Сочи парк украсят тысячи разноцветных огней. На территории установят тематические фотозоны. На входе взрослых и детей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Вместе с ними можно посетить волшебную фабрику, загадать там желание и получить официальный диплом помощника Деда Мороза. Остальные герои тоже подготовили свою программу с конкурсами и сюрпризами. Например, Баба Яга пригласит в избушку на курьих ножках оценить елку, установленную вверх ногами. Кроме того, в дни новогодних каникул традиционно продолжаются представления в дельфинарии и шоу мыльных пузырей. 31 декабря Сочи парк будет работать в две смены. Дневная с 11 до 16, ночная с 20.00 до 3 часов ночи. Гости парка смогут прокатиться на всех аттракционах, встретить Новый год на центральной площади и послушать традиционную речь президента, которая будет транслироваться на большом экране. А после фейерверк, веселые конкурсы с призами, бармен-шоу и живая музыка. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok